Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. Так что в эфире только хорошие новости в нашей программе «Чисто Ньюз». Смотрите сегодня в выпуске. На днях правоохранительными органами были взяты последствия судей Печерского суда. А именно Сергей Вовк, Оксана Царевич и Виктор Китюк. Жаль, что вместе с этими чиновниками не был арестован еще один судья по фамилии Королевич. Ведь определить виновного в таком случае можно было бы просто с помощью детской считалочки. На скамье подсудимых сидели Вовк, Царевич, Китюк, Королевич. На этой неделе в Вильнюсе пройдет встреча по вопросам создания военной бригады Польши, Литвы и Украины. Сокращенно Пол-Лит-Укр-Брих. Изначально планировалось, что Украина справится с созданием бригады самостоятельно. Но в процессе поняли, что без Пол-Лит тут не разобраться. На полках столичных супермаркетов появились помидоры по цене 1100 гривен за один килограмм. Таким образом, среднестатистическому киевлянину нужно серьезно пошевелить помидорами, чтобы купить хотя бы килограмм этих овощей. Извините. Россия наконец определилась с участником Евровидения 2015. Им станет певица Полина Гагарина. Казалось бы, слишком простенькая для Евровидения. Простая женщина. Однако, узнав, что на песенном конкурсе в этом году будут выступать геи, транссексуалы, становится очевидным, что на их фоне обычная женщина будет явно выделяться. С 10 марта Киевавтодор начал подготовительные работы по ремонту дорог. Браво. Заметьте, не дороги, а дорог. Можно сделать вывод, что от ремонтированных дорог будет, ну, как минимум, две. А теперь об этой и других новостях более подробно. Итак, наконец-то свершилось. Со словами «Будет праздник и на вашей улице» столичные власти приступили к плановому латанию дорог. Ремонт планируется провести на всех проблемных участках Киева, ну, или, по крайней мере, на тех, куда сможет добраться асфальтоукладчик. Также с наступлением весны обострение произошло у еще одного столичного ведомства. Такое, как Киевпостранс. Киевпостранс в скором времени планирует везти в столичном транспорте единый электронный билет. Ну, правда, в связи с экономическим кризисом в стране, пока не уточняется, будет ли он единым или все-таки единственным. Помимо этого, столичные власти собираются уволить всех кондукторов и заменить их электронными турникетами. Недовольные кондукторы уже начали посыпать представителей мэрии проклятиями, в результате чего Виталий Владимирович пожаловался, что к нему по ночам стал приходить черный кондуктор и греметь компостером. Старается не отставать от своих коллег и научно-производственная компания «Киевпроект», а вот опубликовавшая эскиз нового здания Дома профсоюза. Естественно, когда появился такой проект, естественно, вся интернет-аудитория сразу отреагировала. Вот, обратите внимание, один вариант, а вот вторая реакция, ну и третья достаточно веселая. Мы сначала не поняли, чем руководствовались сотрудники «Киевпроекта», создавая этот эскиз. Однако, заглянув на сайт компании и увидев там проект переноса НСК «Олимпийский напызняки» и эскиз новой Подольско-Воскресенской развязки, все стало на свои места. Тем не менее, мы надеемся, что научно-производственная компания «Киевпроект» все-таки воплотит в жизнь эскиз Дома профсоюзов. Ведь лучшего объяснения, на что уходят профсоюзные деньги, возможно, уже не будет. Продолжим. Ну, я думаю, лучше. Зачем? Ну, стать умней. С одной стороны, лучше то, что учеба, больше знаний, а с одной стороны, хочется больше работы. Когда я была маленькая, я пришла, я думала, что эта школа такая прикольная, все такое будет, а оказывается, там надо трудиться. Ты знаешь, сколько лет учишься в школе? Ну, 8, 7 и 6. 14 или 15. Сколько лет? 19. Ну, тебе предупреждали, сколько лет ты потратишь на то, чтобы закончить школу? Мне не говорили. То есть вас привели и бросили, да? У нас просто школа такая до 4 класса. Мы уходим после прощального звонка и ищем новую школу. Вообще нравится тебе в школе учиться? Ну, уходить в школу и идти домой нравится, а в школе... Как ты думаешь, какой предмет в школе не нужен? Во втором классе не нужна информатика. Ну, а зачем нужен английский язык? Чтобы, если за границу хочешь поехать, а там говорят по-английски, то как с ними говорить? Никак. А может быть, объединить физкультуру и труды, например? Можно так сделать? Нет, нельзя. Почему? Как можно? Наниматься спортом и что-нибудь делать. Действительно. Виталий Владимирович, а вот ты кем планируешь стать? Артистом, наверное, как папа. Хоккеистом. Хочу стать пожарным, ну и доктором. Правильно, сейчас на двух работах полегче будет. А какие предметы нужны артисту для того, чтобы стать хорошим артистом? Мне кажется, музыка – это самое главное. Ну и все. Музыка и все, да. Милиционеру нужно знать химию? Да. Ну, чтобы злодеи его не облили специальной водой. Для президента надо знать очень математику, потому что как ты будешь считать крупные деньги? Как ты думаешь, что больше зарабатывает? Доктор или пожарный? Доктор. Почему? Ну, потому. Так получилось. Сейчас такой принцип. 10, 11, 12 – это пятерка. Ага. А семерка? Семерка – это плохая оценка. Вот семерка – это хорошая оценка? Да. Вот кем ты хочешь стать? Хоккеистом. Семерка – это хорошая оценка? Да. А что делать здесь? Это вот лист, что это такое здесь происходило в дневнике? Вот это что? Клею разорвалось оно. А, само, да? Да. Просто прямо вот там, где двоечка написано. Пожелай что-нибудь всем детям, всем школьникам и всем учителям. Если вы не хотите учиться, то вы делаете неправильно. Потом это вам пригодится. Будете в хорошем обществе. Спасибо нашим мелким специалистам. А мы продолжим. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся при власти уже 26 лет, согласился участвовать в новых выборах главы государства. Поговаривают, что на этих выборах ожидаются фальсификации со стороны действующей власти, а именно, производится массовый вброс бюллетеней за оппонента Назарбаева, чтобы тот набрал хотя бы 5 или 7 процентов голосов и внес хоть какую-то интригу в президентскую гонку. Стоит отметить, что Нурсултан Абишевич согласился на новую президентскую гонку не сразу. Заявил, цитирую, «Я долго руковожу Казахстаном, может быть, пора менять декорацию». Однако, посмотрев внимательно на декорацию собственной резиденции в Астане и взвесив альтернативный вариант традиционного казахского жилья, действующий президент Казахстана все-таки решил баллотироваться. И таким образом он перенял эстафету своего друга Владимира Путина, который, в свою очередь, позаимствовал эту приятную для себя традицию у их общего коллеги Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, а если быть серьезным, то своим главным достижением за 26 лет у власти 74-летний Нурсултан Абишевич Мазарбаев считает то, что он победил коррупционеров. Пусть и путем естественного отбора просто их пережил. Продолжаем, и у нас еще одна новость, которая поражает своим масштабом. Северная Корея и Россия решили объявить 2015 год годом дружбы. Уверен, не все смогли спокойно дослушать эту новость, ведь после слов «Северная Корея и Россия решили объявить», что-то екнуло в груди даже у нас, Владимир. Да. Ну, ожидается, что начнет год дружбы северокорейский лидер Ким Чен Ын, который в одноклассниках добавит друзья Владимира Путина. Более того, лидер Северной Кореи лично посетит Москву во время празднования 9 мая. Планируется, что в ходе визита Ким Чен Ын наградит российских военнослужащих корейскими орденами, так как на своих военнослужащих места уже не осталось. Многие россияне считают данную новость хорошим знаком, ведь теперь у них в социальных сетях появится 24 миллиона новых друзей. Правда, с одинаковыми лицами и похожими именами. Еще одна любопытная новость пришла к нам из американского штата Флорида. А именно, 19 морских коров застряли в канализационной трубе, куда они заплыли в поисках теплой воды. Для спасения животных потребовалось более 10 часов. Вполне возможно, что коровы бы не застряли, если бы американские ламантины не питались едой из фастфуда. В любом случае, ничего экстраординарного мы в этой новости не увидели, но у самого честного российского журналиста Дмитрия Киселева наверняка есть собственное мнение по этому поводу. Итак, мы передаем слово Дмитрию Киселеву. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселев. Итак, 19 морских коров в канализации. Нелепая случайность или тщательно обдуманная диверсия в отношении России? Давайте разбираться. Подумайте, почему на территории Великой России повсеместно прорывают трубы, которые верой и правдой служили на протяжении 70 лет. Вы скажете, естественный износ, коррозия. Это смешно. Застрявшая в наших трубах госдеповские морские коровы. Вот истинная причина прорывов. Итак, морская корова или ламантин. Большое водное млекопитающее, достигающее веса до 550 килограмм. Согласитесь, наесть такую массу можно только вскармливаясь лживой пропагандой Америки. Все мы знаем, насколько серьезную подготовку в Америке проходит отряд морские котики. А теперь подумайте, насколько тщательнее и серьезнее обучают морских коров. Забить ламантинами трубы и затопить Россию в собственных нечистотах. Вот цель Белого дома. Все еще не верите в канализационный заговор Америки? Тогда обратите внимание на изображение обычного ламантина. Не правда ли? Ничего американско-фашистского с первого взгляда незаметно. А теперь обратите внимание на фотографию ровно 19 ламантинов, сделанную с беспилотника. Совпадение? Не думаю. Сработает ли авантюрно-шпионский план США? Кстати, в слове «авантюрно-шпионский» ровно 19 букв, как и количество коров, принимавших участие в операции. Совпадение? Ну, тут совпадение, да. Президент Обама заявил, что США не причастны к этому происшествию. Но, как говорится, чья бы морская корова мычала. Почему именно морские коровы? Эти существа особенно неуязвимы и остаются невредимыми даже при сильном лобовом столкновении. Не верите? Тогда посмотрите следующий видеоролик с секретным краш-тестом ламантина. В наших силах предотвратить попадание морских коров в территориальные канализационные воды России. Не дадим тучным морским тварям провести под исконно русской землей свое фекальное шествие. Вантузом патриотизма создадим в нашей канализационной системе вакуум и вытолкнем незваных ламантино-американцев. На сегодня все. С вами был Дмитрий Ламантинов... Эх, извините. Дмитрий Константинович Киселев. Всего доброго. Спасибо, Дмитрий. Будем ждать от вас новых, не менее острых и разоблачительных сюжетов. Ну, а сейчас настало время нашей постоянной рубрики «Неделя в истории». Итак, 9 марта 1814 года родился Тарас Григорьевич Шевченко. Много слов сказано в эти дни о его величии и гениальности. Мы же хотим с Валерием обратить внимание на пророческий дар этого поэта и писателя. Некоторые строки из его стихотворения актуальны и сегодня. Вот, к примеру, строчка про Верховную Раду. «Мені аж страшно, як згадаю о ту хатинку крайцела». А вот, к примеру, строчка бытовой техники украинского производства. «Ревето стогне Дніпр широкий». А вот еще одно стихотворение. «Не русалонька блукае, то дівчина ходить. І сама не зна, бо причина, що таке робить». Это наверняка про Валерію Гонтаріву. Мы продовжим. Того же 9 марта, но уже 1895 года, в возрасте 59 лет, ушел из жизни австрийско-украинский писатель Леопольд фон Захер Мазох. Он родился во Львове, и благодаря его творчеству, или по вине его творчества, появилось такое понятие, как «мазохизм». На наш взгляд, это неудивительно, ведь многие формы мазохизма появились именно в Украине. Например, ездить на общественном транспорте в час пик, получать пенсию во щатбанке. Ну и самая острая форма издевательства над собой – болеть за сборную по футболу. Во Львове господину Мазоху установлен памятник. Памятник с изюминкой. Скажем так, писатель сэкономил на нижнем белье, поэтому ходит легенда, что когда девушка засовывает руку ему в карман, простите, памятник немного улыбается. 10 марта 1910 года считается днем рождения Голливуда. На экраны вышел фильм Дэвида Уорка Гриффита в Старой Калифорнии. Голливудские фильмы в начале века были совсем другими. Например, чернокожих актеров часто играли белые с накрашенными лицами. Компьютерной графики тогда еще не было, и вот как выглядели знаменитые голливудские спецэффекты в самых первых фильмах. Вот какое-то чудовище пытается съесть самолет. Наверное, это страусила. Обыкновенная. Ну, а вот, к примеру, Монстр, это, видимо, либо самый первый Кинг-Конг, или Альфа. В общем, по нынешней меркам, многие ранние голливудские фильмы могут показаться убогими. Впрочем, глядя на некоторые современные фильмы, еще возникает вопрос, какие из них более убогие. 13 марта 1989 года считается днем рождения всемирной паутины World Wide Web 3W, более известной как Интернет. Вряд ли стоит говорить о том, что с его появлением жить стало намного проще. Если сегодня вы хотите, чтобы ваш завтрак увидел весь мир, вам достаточно просто выложить фото в Инстаграм. А вот раньше для этого приходилось трудиться неделями. Опять же, до появления Твиттера писать гадости про власть было намного сложнее и опаснее. Да и желающим посмотреть эротические фотографии, приходилось хорошенько потратиться на автоматах. По статистике, примерно 30% современных пользователей глобальной паутины заходят в Интернет, чтобы развлечься. 20% учатся, 20% зарабатывают, 15% общаются. Остальные 15% в основном люди за 60, которые просто пытаются выключить компьютер. На этом все. А оставить ли какой-то след в истории нынешняя неделя, зависит от нас с вами. Мы продолжаем, друзья, и сейчас предлагаем вам вновь перенестись в Украину и послушать нашего специального корреспондента из Запорожья. Руслан? Нет. Нет, не хотели бы. Нет. Нет, у Аланаса предостаточно. И всем этим людям мы задали простой, насущный вопрос. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы себе Ланос? Нет, у Аланаса предостаточно. Нет. Нет, у меня ковер-самолет есть. Слышите, да? Слышите? Вот так вот пахнет опасность. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет об огромном машиностроительном заводе ЗАС. Как вы видите, к нашему приезду ребята были готовы и работа наконец-таки пошла. Поражает работа креативного отдела ЗАС. Они же гении. Знакомьтесь. Ланос. Сенс. Шанс. А теперь о ценах. В декабре компания делала скидку в 5000 гривен. В январе она составляла 10 тысяч гривен. Совсем недавно они скидывали 21 тысячу. Я уже представляю, что будет через год. Ладно, поехали дальше. Поехали. На самом деле дела у них налаживаются. Вот уже в этом году они планируют выпустить первый спорткар в Украине. Красотка. Класс. Кстати, 90% бюджета уже ушло на эту фотографию. Дерево внимание, вырезка из сайта. Да, у них есть свой сайт. Так вот, уровень качества салона кузовов определяется в лаборатории с применением современного оборудования, отвечающего мировым стандартам. А наш притончик гонится на гонщик, никто у ребят не поставит. Нормально. Сборка Ланоса производится темпом в 32 автомобиля в час. Каждые 2 минуты с конвейера сходит готовый автомобиль. То есть 240 ланосов за смену. Получается, за время нашего репортажа выпущено 6 новых автомобилей. Адская машина набирает обороты. Внимание, разрушаем миф. Рядом со мной стоит работник автозаза. Руки с плечей, смотрите. С плечей растут. Красава. Короче, подытожим. У автозаза в любом случае будет все хорошо. И этот завод никогда не станет самым худшим на планете. Потому что пока земля носит автоваз, у наших машин еще, ой, какие шансы. Спасибо, Руси Ханумак, Запорожье, пока. Моя ласточка, моя ласточка. Даже на ласточку, да? Спасибо, Руслан. А завершить этот сюжет мы бы хотели следующей новостью. Российский автопроизводитель ВАЗ планирует возобновить поставку автомобилей в Украину в количестве более 4 тысяч машин. Наша программа считает, что это очередная, ничем не прикрытая агрессия со стороны Российской Федерации с целью нанесения вреда нашим мирным автомобилистам. Напоминаем, что в эфире программа «Чисто Ньюс». Программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. И сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. Сегодня он посвящен новым видам спорта, которые были выдуманы участниками хит-парада. Итак, начнем. На третьем месте представитель горного гольфа. Если есть прыжки с шестом, то на втором месте у нас представитель прыжков с другом-шутником. Ну а побеждают сегодня представители очень редкого вида спорта. Группового банного скалолазания. Спасибо нашим спортсменам. Будем ждать от них новых, еще более сомнительных достижений. На сегодня новостей больше нет. Программа «Чисто Ньюс» желает вам мирного неба над головой. И родной земли под ногами. Смотрите нас в понедельник сразу после выпуска ТСН. До свидания. Берегите себя.